МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, что же мы сегодня будем готовить? Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня уже сейчас у нас на дворе зима, поэтому нам потребуется очень много витаминов, так скажем, витаминный комплекс. Поэтому без вашей помощи сейчас никак. Хорошо, ну мы к вам идем тогда. Доброе утро еще раз. Еще раз. Мы сегодня приготовим очень легкий и быстрый салат, и в то же время очень полезный. Для этого нам сегодня потребуется лимон, хурма, два мандарина, немного мяты, горчица дижонская, козий сыр обязательно. Ну и оливковое масло. Да, гранат также. И оливковое масло. Так, вот сразу поставим чашку для нашего салата. И чем мы вам можем помочь? Начнем с того, что нам нужно будет очистить два мандарина. Вот как раз для нас с доставкой. Два мандарина. Тем временем я пока нарежу нашу хурму. Используюсь вашим ножом. Да, конечно. Я по старинке. Ну по старинке, да? Да. Так, это довольно... Как в детстве, перед Новым годом, чтобы запах апельсинов. Довольно простой рецепт, но и одновременно здесь очень большой витаминный комплекс. Вот мне интересно, сочетание. Как же будет сочетаться, ну, мандарин и лимон, ладно, понятно. А вот горчица как будет сочетаться? Горчица, мы ее совсем добавим немного, для того, чтобы она нам дала вкус в наш соус. Именно для этого она нам сегодня потребуется. Ну, мы закончили. Так, теперь нужно будет нарезать их. Как их нарезать? Их прям можете пополам для начала. Пополам. Разрезайте каждую. Ага. Такой мужской завтрак получается. Так, а вам тогда я дам орелку, вы приготовите нам соус к нашему салату. Хорошо, если у меня еще салфетку для начала. Так, Абдур Ахманович, вот так вот нужно его разрезать? Да, да, можете разрезать их. Так, с вас, Светлана, приготовление соуса нам потребуется. Для этого просто добавим оливковое масло. Так. И немного, совсем немного дижонской горчицы. Хорошо. Поскольку вы мне дали ложку, я возьму венчик. Да, я вам добавлю оливковое масло. Да, вот буквально немного. Грамм 10. Достаточно. Все это у нас. Теперь нужно дойти все это до однородной массы. Андрагмана, а лимон мы резать будем? Да, лимон мы добавим тоже в наш соус. Гранат, мяту здесь. Его нарезать нужно? Лимон, да, да. Да, давайте. Как его порезать? А нам нужна будет одна долька. Именно долька. То есть мы не будем сжимать сок лимона, а добавим целую дольку лимона? Нет, мы наоборот сок лимона выдаем сюда. Так, добавим. Оливковое масло, оно полезно. Тем более с утра. Так, мы уже добавили хурму. Вы можете добавить то, что вы нарезали. Желательно, чтобы косточки немного срезали. Не было, да? Чтобы не попались в наш салат. Я так понимаю, отжимаем сок лимона, да, сюда? Да, совсем немного. Давайте уж. Немного для кислинки, чтобы придало ему вкус. Все, наш соус полностью готов для заправки нашего салата. Ну что ж, друзья, пока наш салат готовится, мы предлагаем вам посмотреть интересный сюжет от наших корреспондентов, который называется «Звездный стиль». Друзья, еще раз доброе утро. Вы смотрите программу «Жангакун». Мы сейчас находимся на нашей кухне, где мы готовим очень-очень вкусный, в то же время полезный завтрак. Так, нам остался последний штрих. Нам нужно нарезать козий сыр. Его желательно не добавлять в конце. Почему? Для того, чтобы он у нас оставил свою форму, чтобы мы его не перемешивали с нашими ингредиентами, так как он очень хрупкий продукт. Ну и плюс еще, чтобы сыр оставил свое послевкусие, не впитал в себя ароматы мандарина, хурмы. Пока вы можете, да, да, доложить сюда гранат. Гранат мы тоже кладем в салат, правильно? Да, да, да. Так, мы добавили сыр. Все, остался последний самый штрих. Нам добавить наш соус. Его буквально не весь, а половину добавим. Вот так возьмем вилочкой и капельками разовем по тарелочке. Все, правильно, все. Так. Все, теперь нам потребуется маленькая ложечка. Слегка промешать. Сейчас. Можно. Пожалуйста. Все, спасибо. Им нам нужно аккуратно мешать, чтобы наш сыр не пострадал от нашего процесса. Ну и, конечно же, перед дегустацией хотелось бы напомнить, какие продукты мы сегодня использовали. Это лимон, два мандарина, козий сыр, хурма, гранат, мята, оливковое масло, козий сыр, я уже говорил. И дежурская горчица. Дежурская горчица. И все, я так понимаю, мы украшаем листиками мяты. Да, обязательно. Сейчас нужно выказать нам на одну тарелку, желательно белую. Ага. То есть подавать вы рекомендуете в плоской тарелке? Да, абсолютно верно. Теперь нам потребуется. Чтобы помимо вкуса еще был виден цвет, который тоже создает настроение. Как цвет, да, так и настроение нашего блюда. Мы аккуратно выкладываем. Самое главное, не повредить наш козий сыр. Все остальное переживет. И, конечно же, зелень для украшения. Да, совсем немного мяты. И наводим порядок на столе. И совсем немного оливкового масла для декорации нашего блюда. Наш салат готов. Теперь осталось время для дегустации. Классический салат хурмой мой. Я доверяю мужчине первому. Давайте попробуем. Ну что ж, попробуем. Свою же. Так, прям хочется все захватить, все попробовать. Гостензал самое вкусное. Это гранат и мандарин. Очень интересно. Но я совсем не чувствую горчицы. Да, она совсем должна нам именно привкус дать. Несколько привкус. Очень вкусный оригинальный салат. Но я надеюсь, наши зрители будут готовить такой же салат у себя на кухне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова